Я слушала, что буквой Г будет стоять дом. На месте коробки. Вот коробку и как-то вот так. И вот сюда. Как буквой Г. Мы обрадовались, что снесли тут гаражи. Так хорошо чистенько стало. Думаю, мы сейчас деревья посадим, нам тут елочки посадят. А тут, пожалуйста, елочки. Мы выступаем против застройки, строительства дома жилого. На участке небольшом, где вы сами можете увидеть, что гуляют все дети микрорайона Первая Дачная. Всех близлежащих домов. Это единственное место. Вот каток у нас здесь, горка, где гуляют все дети. Мы хотим оставить это место для парковой зоны, чтобы здесь могли дальше гулять. Дети, может быть, поставили бы нам лавочки. И летом облагородили как-то территорию, я не знаю, песочницу насыпали. Чтобы дети могли и дальше у нас гулять. Тут все просто. Вот я не знаю, сколько тут. 20 домов, 30 домов. Сказали, что приходят даже с той стороны. Снуковой приходит. Нам надо, наверное, сюда приходит. Для детей тренажеры. Там у нас для детей маленьких. А здесь, как на шелковичный идет. Для взрослых, для подростков. Вот где мы сейчас с вами все стоим, вот на этом месте все родители школы, с первого по всей классу, встречают своих деток. То есть вот это проезжая часть, вот это проезжая часть. А школа теперь закрыта забором в связи с вирусом и так далее. И мы все встречаем наших детей вот буквально на этом пятачке. Если здесь будет что-то другое, мы куда должны деться? Очень простой вопрос. Измените назначение. Сделайте парк, площадку, лавочки нам поставьте. Мы просто вот так стоим, как пингвины, ждем наших детей. Лучше пусть будут лавочки, скверик. Какая-то инфраструктура какая-то небольшая. Зачем здесь дом? Нам вообще весной обещали, что здесь будет детская площадка. А потом мы сами случайно увидели объявление на Авито, что этот участок продается и с проектом уже многоквартирного дома. Поэтому мы обеспокоились за обилие трех геодезистов здесь все снимать. И геологи приехали брать пробы почвы. То мы подняли уже всех жителей и решили, что нам нужно уже отвоевывать. Конечно, мы против постройки дома. Мы хотим, чтобы здесь нам хотя бы лучше школу построили. Отдельный корпус от этой школы, чтобы это была школа полностью одиннадцатилетка для всего этого микрорайона. Тридцать лет нам обещают. Даже где-то там сваи забивали, говорят, вот эту школу. Очень много денег. Внуков. Наши выросли сейчас внуки. Конечно, хочется, чтобы все было хорошо. Когда наш ребенок еще хотел сказать, скоро новая школа будет. Вот уже 36 лет. А вообще состояние вот этой школы? Ну, и вот 3 года, 3 года, 3 года, падала неоднократно штукатурка, падала. Хорошо, что вот как раз дети вышли, перемены, и падала штукатурка. Нет, школа однозначно новая. Потому что вот здесь же нет, узнал, насколько я знаю. Ну, и вот трещина, вот угол идет. Трещина такая, что мне кажется, тут вот если... При сваи будут забивать. Она просто развалится все. Она развалится. Конечно. Не дай бог, что детей не будет. Детей там не будет. Таки доехали до нас. Доехали, ехали, ехали. Никак не доехать до нас. Катают, катают. И все равно, ясно. Не умирай, у детей. Конечно, конечно. Это надо в принципе...